В то страшное время они были детьми и подростками. Сегодня уже бабушки и дедушки. Они смотрят концерт, подготовленный учениками школы номер один. Этот день не отмечается широко, потому что его тяжело назвать праздником. Но и забыть об этих событиях нельзя. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать такие муки. На вашу долю все пришлось. Тревоги, голод, холод и разлуки. Спасибо вам за солнце, яркий свет, за радость жизни в каждом миге нашем, за трели соловья и за рассвет, и за поля, цветущие ромашки. Спасибо, что вы находите силы. Спасибо, что вы приходите в школы. Спасибо, что вы общаетесь с ребятами, потому что они должны видеть, что пережила наша страна. Какой ужас был в нашей истории. Ведь сегодня очень много желающих исковеркать ее, переписать, преподнести прошлое совершенно по-другому. А вот из первых уст исковеркать никогда не получится. Не только благодарность и признательность, но и поздравления. Гости концерта – 85. Клавдия Львовна, можно я вас поздравлю с днем рождения? От всех, от всех. И пожелаю самое главное здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо. Всего в Авантеевке проживает 68 узников фашистских концлагерей. На концерт смогли прийти далеко не все. Субтитры создавал DimaTorzok Международный трибунал классифицировал нацистские концлагеря не просто как военное преступление, но как преступление против человечества. На сегодняшний день тяжело подсчитать количество жертв концлагерей. Некоторые историки утверждают, что в них погибло около 12 миллионов человек, пять из которых – советские люди.